да 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 долго а вот вы про кесареву Оксану говорили что с ней произошло лежала долгое время 4 месяца практически она лежала с температурой ходила ее периодически отправляли на работу снимали ее с постельного режима у нее была постоянная температура постоянные жалобы то есть она постоянно ходила кручу жаловалась ей говорили что она обманывает то есть вводит за ублуждение администрацию сотрудников медсочасти в конечном итоге она умерла ее вывезли в больницу когда уже вообще ей стало плохо она уже начала бредить терять сознание и вывезли в больницу она умерла во-первых никогда нету медика дежурного из колонии нет ни дежурного медика это что такое что это это нормально вы считаете я получается так заболела в марте в марте я заболела и начала обращаться с температурами постоянно только выдавали парацетамол 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 я уже знала и подозревала что мне туберкулез однозначно у меня есть довели до такого состояния что мне оставалось жить месяц или два я не понимаю почему такая жестокость у меня не понимают до сих пор я горю там столько насмотрелась просто просто девочки у которых температура 40 ну как бы никаких продвижений нету которые умирают буквально через неделю небольшой городок краснотуринск свердловской области это 400 километров от областного центра колония и к номер 16 женская колония где отбывают наказание женщина совершившего преступления и вдруг они начинают умирать очень много женщин заболевает смертность высокая им не оказывается медицинская помощь как мы это узнали известный уральский правозащитник конечно в прошлом сам бывший осужденный как это часто бывает с правозащитниками глава правозащитной организации правовая основа алексей соколов привет алексей добрый день скажи пожалуйста как ты узнал вообще о том что происходит в ик-16 там колония сама по себе она замкнута заключенные женщины боятся что-либо говорить первая информация мне поступила вообще от сотрудников краснотуринск там две колонии женская мужская вот мы когда поехали мужскую встречались заключенными вечером мы сидели в общественном заведении сидели пили чай разговаривали рядом за столиком сидели видимо сотрудники они услышали нас разговор и подозвали меня и объяснили что как бы обратите внимание на 16 колонию попросили мы ведь сами там служим но мы не можем рассказать официально публично что там происходит по поезду в екатеринбург ко мне обратилась женщина которая освободилась оттуда вообще это как бы все случайно произошло и она первое что она сказала вы мне защиту предоставите и тем кто там я говорю ну вы же на свободе она говорит ну да я на свободе но у меня завтра наркотики подкинут или еще чего-нибудь и мы с ней определили таким образом что она нам дает фамилии девушек которые она будет рассказывать мы приедем их вызовем и тогда уже будем смотреть что мы имеем и какую защиту мы можем предоставить мы по идее никакой защиты предоставить не можем потому что мы не официальные органы мы не власть вот мы можем только обратиться и вот таким образом первый наш приезд мы опросили двух женщин и они остались с адвокатом конфиденциальный режим свидания произошел и вот они на телефон все ему рассказали перед нашим сегодняшним вот свиданием вам что-то сказали что пришли правозащитники или что вам сказали какое-то давление оказывали сказали что лучше по хорошему ничего не говорить это кто конкретно говорил это говорили сотрудники сотрудники оперативного дела все когда вы говорили в штрафной изолятор значит заставляют стоять ходить не дают присесть даже в штрафном изоляторе садиться вообще не дают то есть никуда заставляют ходить весь день стоять вот на одном месте стоять допустим и в случае неподчинения допустим если ты садишься посидеть отдохнуть или погреться подойдешь к батарее в случае неповиновения значит мне заливали камеру водой девочек кого-то выгоняли значит на улицу вот в море босиком стоять на улице у нас общая посуда в лагере открытый туберкулез ходит в колонии открытого туберкулеза в море почему ходит то вот объясните потому что сырость в протрядах у нас грибок вообще у нас в жилых помещениях температура ночью мы спим стены мокрые 8 градусов а что происходит в этой колонии с медициной почему такая высокая смертность вообще какая она смертность и что там столько больных женщин там их совсем не лечат там инфекции что вообще там творится во-первых там нет медсанчасти она отсутствует вообще отсутствует ну там сейчас вот сейчас на данный момент там что-то они предприняли а сколько там женщин сидело когда не было медсанчасти сколько женщин там сидит там содержится порядка 400 женщин и в основном вот эти люди имеют хронические заболевания ВИЧ-заболевания там онкология гепатит ну очень обширный список медицинских заболеваний там обширный я приехала туда с хроническим серьезным заболеванием и как бы я не могла выяснить ну насколько мое здоровье как бы ну позволяет жить вот так прямо сказать то есть ну да мы ходили сдавали кровь но результатов так как бы никаких не было то есть у нас там умерла Татьяна Кукушкина царство небесное она у нее была болезнь ну я не скажу не знаю как бы по медицински как это называется но у нее сильно опухал живот он прям она как беременная прям была вот ей тоже требовались медикаменты но у нее не было возможности заказать из дома медикаментов ее долгое время не вывозили на вольную больницу не знаю по каким причинам конечно ее все откладывали 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 но в конечном итоге в общем ну она умерла как бы в общем они к нам очень ужасно относились и такое ощущение что они просто хотели чтобы мы там все переумирали как бы чтобы мы не вышли просто на то но самая проблема в том то что там нет медсанчасти а чтобы вывести девушек на свободную муниципальную больницу это надо проходить большое согласование утверждение договариваться с муниципальными так сказать больницами этот автозак охрана там содержание в общем во избежание вот этих вот так сказать лишних движений медики просто плевали на то что женщины обращались к ним с жалобами у нас мы когда проводили свое собственное расследование мы нашли осужденную которая была неофициально работала в этой так сказать в медпункте она притаскивала больных туда в медпункт говорит помогите им они умирают врачи в погонах врачи грили они симулянтки они притворяются неси их обратно и пускай они выходят на работу при мне там умерла от невмонии сколько человек просто они уже человек мертвый они все говорят притворяешься этот автозначальник медсенчатия такая была притворяешься они тебя выписывают в отряд со мной девочка рядом спала на следующий день просто она умерла там не таблеток ничего нет там таблетка была анальгин от всего то есть она сама с этим столкнулась мне говорят что пришел он все равно ничего нету здесь некоторые осужденные умирали прямо на своих спальных местах потому что их уже так сказать как говорят в тех кругах их не кантовали их вот положили на это место они там валялись и потихонечку умирали сотрудники подошли к тебе ну в общем в чайный в кофейный и сказали тебе об этой ситуации то есть у сотрудников осталось очень много человеческого более того они рисковали свои службы подходя к тебе а как же так вышло что за воротами колонии сотрудники искали помощь а внутри колонии ничего не могли сделать нет потому что они боялись обыкновенный обыкновенный человеческий страх потерять работу понимаете там вот эти колонии они можно сказать городообразующие ну там есть еще богословский алюминиевый завод который вот является городообразующим предприятием но вот эти две исправительные колонии мужская и женская там очень много трудится сотрудники людей которые проживают в Краснотулинске и в местом Карпинске они боятся обыкновенно боятся потерять работу но видно что у них душа болит они хотят каких-то изменений каких-то перемен но они не могут быть инициаторами потому что их сразу уволят их с ними там что-то сделают премии лишат если они начнут что-то говорить понимаете вот мы когда проводили общественное расследование мы пришли в муниципальную больницу Карпинска куда вот привозили уже вот этих умирающих женщин и мы разговаривали с заведующей инфекционным отделением она нас спросила сделайте что-нибудь пожалуйста потому что ведь к нам привозят уже полутрупов и мы ничего сделать не можем почему при такой высокой смертности в женской зоне руководство зоны не наказывают потому что идет порука так сказать повсеместная вот мы когда подали сразу заявление о возбуждении уголовного дела следователь который проводил проверку он весь материал он его сам не собирал ему предоставляли этот материал предоставляла администрация колонии в один момент мы даже заметили оперативного начальника оперативного отдела стез тенина такая есть она сидела и мило беседовала в кабинете вот этого следователя я вообще подумал что у них какие-то личные отношения я имею ввиду чуть ли не семейные вот они сидели два голубка ворковали и в итоге когда мы пришли посмотреть мы только приехали и вот они там сидят улыбаются мы посмотрели а вы что здесь делаете с тениной вы что здесь делаете а я пришла так документы посмотреть понимаете то есть ситуация в том то что оперативная служба колонии в честном контакте со следователем следователь мне напрямую говорил что мы возбуждать дело не будем ни при каких обстоятельствах я говорю почему а мы не хотим я говорю так там же есть признаки смотрите столько трупов они говорят они сами умерли что было дальше с письмом врачей врачи написали письмо и что было с ним дальше вообще все как бы ни ответов ни приветов но ситуация поменялась как она поменялась женщин стали вывозить на лечение да на лечение даже на обследование ну и то знаете со скрипом когда вот этот механизм начал работать и он начал работать со скрипом оперативники сразу стали использовать этот так сказать этот метод то что к заключенным если вы будете работать на нас мы вас будем вывозить без проблем и вот некоторые заключенные нам рассказывали что они даже сами ходили к оперативникам и говорят я согласна работать только вывезите вот такую такую-то осужденную она умирает как ты думаешь почему это письмо подействовало испугались чего огласки испугались врачи у которых не тоже лечатся их дети лечатся почему почему письмо подействовало потому что так сказать вмешалась третья сторона независимая понимаете третья так сказать организация сторонняя организация государственная она узнала об этом обо всем то есть прокуратура знает следственный комитет знает но у них есть так сказать какое-то общение они там дружат вместе там в баню ходят а тут узнали вообще сторонняя организация тем более медицинская если они бы продолжали это все делать соответственно больница могла направить и в область министерство здравоохранения северовской области соответствующее письмо что вот мы обращались ранее никаких как бы сдвигов не было зайдите сюда дверь закройте буквально то есть еще раз повторяю то есть нас никто не слушать я 14 числа не мой я понимаю но тем не менее были у вас какие-то проблемы с администрацией сейчас нет последний день но ранее были сейчас все хорошо у нас вас кто-то пугал вас дети я так понимаю кто-то шантажировал у вас или в этом плане было давно кто Фамилия Сок конкретно мне сказали если ты сейчас не откажешься от своих показаний у тебя ребенок в детском доме то как бы мы напишем такую характеристику что ты вообще своего ребенка ты не заберешь на тот момент конечно я на тот момент честно скажу я испугалась это сейчас я понимаю что они бы ничего не сделали просто что никого отношения нет на тот момент конечно я испугалась но как бы я все равно ну я перестала тогда выходить говорить с адвокатами когда уже приезжали к нам еще они просто стали удивляться почему вы отказываетесь и вот я говорю они каждого тогда на тот момент что-то как-то вот запугали лёш а вот эти наши героини сколько они сидели и за что слушайте вот я вам честно скажу я не знаю за что они сидели мы не интересуемся за что люди отбывают наказание нас интерес наш интерес защита прав человека независимо кто он за что он сидит да хоть пускай это будет людоед неважно по закону этого людоеда должны содержать в нормальных условиях его не должны пытать его не должны насиловать соответственно в отношении этого даже людоеда должен действовать закон когда я переехала в город в свой за меня даже врачи не хотели браться я была обязана появиться в тут дистанция вот у меня вот лимфоузлы были клетки очень сильно упали все это и за меня доктор даже он не скрывая этого сказал ну от силы месяца два ну вот не знаю вот как-то вот видать благосклона ко мне судьба ничего вот как бы выкарабкалось оно дотянули до такой вот крайности а все началось просто с обыкновенного кашля да я ну как бы говорится совершила преступление но перед вами то я ни в чем не виновата вот как привили мне то что я постоянно виновата виновата прям постоянно виновата перед всеми виновата никогда мне не будет прощения и ведь понимаете что это вот у меня моральная моральная колония меня это сломало я просто вот хожу голову наклонив и как будто вот все жизни дальше никакой нет так нельзя надо нас немножко все равно торможить мы же все равно где-то жены где-то материя не важно не вам судить какие мы матери какие мы жены факт в том что мы все равно женщины остались смотрите вот это Наталья С она имеет ее освободили от наказания в связи с заболеванием то есть она на момент ареста и осуждения она поступила в государственное исправительное учреждение не имея вот этих вот хронических заболеваний на момент отбывания наказания эти заболевания у нее появились из-за того что с ней вот так вот там обращались не выдавали лекарства не лечили не оказывали ей помощь не обследовали соответственно вот эти медицинские диагнозы которые она там в том числе получила они вошли в такую стадию что они уже препятствовали отбыванию наказания и соответственно суд освободил ее от уголовного наказания она освободилась и первым делом она пошла лечиться она до сих пор кстати лечится и она боится что ей просто подкинуть какую-нибудь наркоту или еще чего-нибудь и вернут обратно в эту колонию и соответственно вся ее надежда на жизнь я уже не говорю на здоровье вся надежда на жизнь она обрывается потому что там она просто может умереть как я понимаю что ваша борьба за здоровье женщин осужденных и отбывающих доказаний ВК-16 она окончилась неожиданным образом для руководства что руководство которое в общем повинно в заболеваниях и смертях этих женщин оно не было мягко говоря наказано а случилось наоборот люди пошли на повышение смотрите во первых бай-бай еще не окончено потому что мы бьемся со следственным комитетом мы обжалуем вот эти вот незаконные постановления у нас уже есть два дела одно попыткам одно не оказание медицинской помощи мы их обжалуем нас так сказать наши жалобы не удовлетворяют но мы сейчас готовим жалобы в суд это отдельный аспект второй момент ситуация в колонии да она поменялась но поменялось в связи с тем то что это было предано огласке начальника колонии демонстративно вот то что там ничего не происходит все законно все хорошо демонстративно начальника колонии повысили он стал заместителем начальника ГУФСИН по Севербургской области то есть был начальником подразделения подразделения исправительной колонии сейчас его демонстративно так сказать повысили но тем не менее эта борьба она хотя бы закончилась тем что женщины стали вывозить и обследовать хотя бы это удалось добиться ну и то это можно так сказать с натягом да их там начали обследовать там сделали медпункт такой хороший оборудовали но там до сих пор продолжается арабский труд там женщины заставляют работать сверх нормы заставляют работать на участках где например им не приспособлено в девятнадцатом году в конце года женщине чуть не оторвало руку она имеет заболевание эпилепсия они взяли поставили на механизм крутящийся человека с эпилепсией хотя врачи медперсонал колонии знали что у нее такой медицинский диагноз они все равно берут ее и ставят на работы с крутящимся механизмом и у нее закрутило руку вот в этот станок ну вроде как бы удалось спасти но что там произошло не знаю в девятнадцатом году в декабре месяце гражданка Белоруссии умерла тоже вот так вот женщины нам сообщили что раз и умерла а хотя до этого она неоднократно просила медпомощи помогите мне там сделайте мне там какие-то обезболивающие еще что то и при этом она не имела ни хронических заболеваний ни ВИЧ вот такой таких заболеваний вот но врачи говорят что как бы это у нее сердечная недостаточность насколько это правда мы не знаем вот сейчас пока это разбираемся все обжалуем до чего это дойдет не знаю но скорее всего как мы думаем наши успехи на национальном уровне будут бесполезны европейский суд по правам человек удачи в Страсбурге спасибо да я надеюсь что мы тоже дойдем до Страсбурга и что то так сказать восстановим законность в Страсбурге будет очень трудно перевести до какой бы то ни было язык то что мы обычно слышим о таких случаях тюрьма не санаторий нет дыма без огня как воровали так здоровые все были а как в тюрьму сели так все больные откуда у нас такая жестокость за что так это сложно так